Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о командах, которым можно обучить кошку. Существует мнение, что кошек невозможно заставить выполнять команды, однако это не так. Кошек, как и собак, можно дрессировать. Конечно, мяукающие пытаются дрессировки сложнее, чем лающие, но при большом желании терпения их можно обучить разным командам. Каким именно, сейчас расскажем. Мяукающего питомца можно научить откликаться на свое имя. С первого дня, когда кошка переступит порог дома, зовите ее по имени. Чтобы питомец не запутался и быстро выучил свое имя, договоритесь с домочадцами называть питомца одинаково. Кличка должна быть звучной и короткой, произносить ее громко, четко и ласково. Также мяукающего питомца можно научить идти на зов, однако сразу научить этому кошку не получится, нужно терпение и время. Ежедневно упражняйтесь и как можно чаще подзывайте питомца командой ко мне. Можно использовать и другие слова, главное, чтобы они всегда были одинаковыми. Если у вас несколько питомцев, то сначала называйте кличку животного. Когда кошка подходит на зов, поощряйте ее лакомством, играйте с ней. Как только она начнет подходить регулярно, замените лакомство на поглаживание. Мяукающих друзей, как и лающих, можно приучить гулять на поводке. Это умение кошки может пригодиться в нескольких случаях, при переездах, во время отпуска и визита к ветеринару. Обучать выгула можно начинать в возрасте двух с половиной-трех месяцев. Первый этап – это приучение котенка к ошейнику дома. Когда котенку исполнится 4-5 месяцев, можно уже использовать шлейку и поводок, но поначалу выгуливать лишь дома. На первую прогулку на улицу кошку стоит вводить, когда ей исполнится полгода. Кошку также можно научить хорошо себя вести и слушаться вас. Для этого воспитывайте ее с детства, приучайте питомца спокойно сидеть на руках. Учите кошку командам «фу» и «нельзя», чтобы она не брала еду со стола, не залезала в запретные места. Если питомец продолжает делать то, что нельзя, уносите его и повторяйте команду. Мяукающие легко учатся, если хозяева устанавливают четкие и понятные правила и сами их соблюдают. Вы можете научить кошку давать лапу, однако этот трюк потребует вашего терпения. Занимайтесь с кошкой в тишине, ежедневно командуйте питомцу «дай лапу», показывайте кошке, что вы от нее хотите. Одной рукой приподнимайте лапку животного, другой давайте вкусное поощрение. После этого погладьте питомца. Как только кошка поймет команду и начнет ее выполнять, заменяйте угощение поглаживанием. Теперь вы знаете, каким командам можно обучить кошку. Следуйте нашим советам при обучении, тогда ваш милый кощедруг будет слушаться вас. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok